Бежит, я все хочу бегать по утрам, но никак не могу решиться. Всегда думаю, на меня будут смотреть как на идиотку. Типа, что она бежит? Ну как-то не знаю, вот если бы я жила где-нибудь в поселке, я бы бегала. А в Москве как-то прям не знаю. Вот так вот бегает. Стараюсь с ним сейчас гулять достаточно долго, как минимум минут 40, а то и час. Потому что он встал. Я не знаю, с чем это связано. Но иногда кучки делает втихую. По две кучки в день стандартно. А так, думаю, все-таки сейчас устанет, погуляет. Вот уже гуляем с ним 20 минут, а он еще ни разу не сходил по-большому. Да, Джо? Тебе не стыдно? Дома, да, все оставил? У нас опять начинается подготовка к праздникам. Ну как к праздникам. Сейчас будет скоро уже Хэллоуин. Мы его отмечаем, ну как отмечаем, так делаем всякие, типа, угрышения. Типа того. Вот. И Матрею очень нравится. Там вот эти вот, делать всякие макияжи. Джо, с ней лави занимается. Вот. И потом будет у нас день рождения очередной у Сашки. Вот, поэтому будем готовиться. Специально пошла по этой дороге. Тут обычно никого нет, машин нет. И как назло. Туда-сюда, туда-сюда. Вот. Хотела рассказать про соседей наших. В итоге я с ними успел поругаться. Это было у нас, получается, воскресенье. Им же опечатали дверь. Я рассказывала, что у нас у соседей двое соседей. Во-первых, так интересно получилось. Оказывается, соседи, которые, я думаю, у нас пустой квартир, там тоже живут. Но, я так понимаю, они там живут неофициально. Они прячутся. Они так быстро выходят, заходят. Ну, очень быстро. Ну, то есть они прячутся. Они не русские. Молодой парень и девушка. Вот. Они там что-то ругались в субботу ночью. Я плохо спала, плохо себя чувствовала. Вот. И они там бубух, бубух, что-то там кричали, орали. Именно так я поняла, что там кто-то живет. А что касается соседей, у которых забрали детей в детдом, четверых. Они приперлись. В воскресенье пьяные в мат. Она сначала с одним мужиком, значит, пришла. Они вскрыли дверь. Вот. Ну, ладно. Мне это, в общем-то, пофигу. А им отключили свет. Ну, я не знаю, за него платят, за что, не знаю. И она... Короче, они полезли в счетчик с отверткой, типа, подключать себе свет. Седшая вышла. Я говорю, если я говорю, вы сейчас будете хулиганить, я вызову милицию. Ну, я, естественно, поют, на каком основании у меня... И она так наезжает, как будто это я у нее отключила свет. На каком основании у меня отключили свет? Я говорю, понять не имею. Я говорю, вызывайте, я говорю, официально слесаря, или я говорю, кого там электрика. Я говорю, скажи, вам подключают. Я вообще-то тут прописана, а вы тут снимаете? Я говорю, вообще-то... Я говорю, это наша квартира, мы ее не снимаем. И вот, когда я сказала, что квартира наша, после этого она чуть-чуть, конечно, стала... Вообще, они не пугались, что мы реально вызовем полицию, их бы просто оттуда вытурили. И они потом еще пришли, мужик с женщиной, тоже пьяные, тоже полезли в щечки. Я еще раз вышла, я говорю, вы что, не поняли? Я говорю, вам объясняю, у меня здесь, я говорю, дети. У меня вообще-то тоже дети, они скоро тут будут жить. Я в слож... У меня сложная жизненная ситуация, поэтому навухалась, как свинья, конечно. Вот, ну, в общем, они больше не полезли. Там они что-то... Ну, пили, я так полагаю. И потом их, как ветром, вчера сдуло в понедельник. И их нет, опять. Они опять куда-то делись. Что тут у меня на заднем плане? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ты что, испугался мультиварки? Ну, ты вообще, конечно... Да. Не хочет застегиваться на улицу. Если, говорит, мне будет холодно, я застегнусь. Я ему сказала, я говорю, заболеет, получит в лоб. У меня там будет ручь, полноходит. Ну, вот я так и думала. В этом и была схема. А идем мы за листьями для поделок на Хэллоуин. Нам вообще нужны кленовые, но кленовые, по-моему, там нет. Ну, мы обычных наберем, а в пятницу наберем кленовых. Мы с Матвеем еще не дошли до озера Черного, но нашли вот здесь клены, такие маленькие. Посадили. Только почему-то листвы вообще внизу нет. У меня такое ощущение, что до нас собрали. Заметила? Да. Вообще нет. Он только не посадил. Я понимаю, только нам листья нужны, и они все убрали. Такие маленькие клены, но все равно придется идти к озеру. Ну, ничего, Матвею полезно погулять. Нет. У него, кстати, скоро каникулы. Я никак не могу поделиться. Я сейчас сегодня смотрела по поводу того, куда съездить 4 и 5 числа у меня выходные. Это суток с весенем. Пока у нас выбор состоит из нескольких, скажем так, легких экскурсий. Это Коломна. Мы туда уже собирались, но был ливень. Мы не смогли туда поехать. Это Тула. Это Этномир. Мы там ни разу не были. Посмотрите в интернете. Это Парк Птиц. Воробьи называется. Мне уже не нравится. Тебе ничего не нравится? Тебе нравится только дом сидеть. Это не парк. Парк Птиц это название, типа как зоопарк. Вот. Типа зоопарк. Да, и еще какое-то было место. Если бы он меня не сбил, я бы вспомнила. Вот, вспомнила. Все-таки я вспомнила. Это еще Бородинское поле. Мы давно туда собираемся. Но нам так интересно. Везде ехать почти. Ну, там два с копеечками. Ближнее всего, ближе всего к нам Коломна. Ну, она потому что по трассе прямо от нас идет. Вот. Все остальное примерно в одной стороне. Вот. Поэтому будет выбирать Сашка. Потому что, о, значит, уши у него замерзли. А застегиваться он все равно не хочет. С вашего ствола, что он мне правда заберет. Угу. Мне правда очень холодно на улице. У нас вот там что-то строят. Сегодня там техника была. Там написано, я все хочу подойти посмотреть. У нас где-то тут поликлинику строят. Я как путная хотела записаться в поликлинику. Думаю, точнее, я хотела прикрепиться. Потом сходить Матвея прикрепить. Я думаю, сейчас мы прикрепимся к зубной. Я как-то посмотрела. А поликлиника ближайшая. Сорок минут ехать. Бля, не надо такое. Я так подумала. Я пока не буду прикрепляться. Подожду, пока построят новую. Но я думаю, ее быстро построят. Потому что такой большой район. И ни одной поликлиники. Причем ни детской, ни взрослой, ни зубной. Вообще никакой. Жесть, конечно. Сашка у нас вообще молодец. Только, значит, со спиной он вылечился, выписался. Вышел на работу. И у него теперь болит горло. Причем не ангина, а вот как у Вадика то же самое было. У него прошло за несколько дней. Просто горло болит. Ни температуры нету. Постоянь, давай переходи. Машина едет. А вот. А просто болит горло. Почему непонятно. И кашель. Очень сильно кашель. Мне кажется, у него вообще не болит горло. У него, скорее всего, кашель. Он надрывает горло. И поэтому оно и болит. Мы проведаем помидорчик. А он, мало того, еще не замерз. Он цветет. Где он цветет? Или не он? Ну-ка. Это он. Да, это он. А почему он? Вот мы на том же месте, где мы и были тогда, когда сидели. Красиво. Прямо осенью мне здесь существенно больше нравится. Смотри, там он палку сейчас сломал, стоял. Да. Пое, уточку плывет он там. Их тут так много. Обалдеть. Очень много. Интересно, когда оно замерзнет? Да, один сутки? Улетят? Или? Мы уже набрали достаточно много листиков. Сейчас мы еще дойдем туда, до конца, куда я хотела. Соберем там листьев. И все, пойдем к дому. А то он уже устал. Хотя он устал, когда мы только вышли. Тут, конечно, такие горки. Они обещают, что к следующему маю, который будет, к 24-му году, уже сделают вот здесь место для отдыха. Хочу я посмотреть, что это за место будет за полгода. Когда-нибудь зимой будут делать. И куда утки денутся. Понятно. Это еще не сделают пляж такой? Не, не пляж. Здесь будет зона отдыха, лавочки всякие. Ну, парк, скажем так, асфальт. Посмотрим. Утки сейчас покажу. Вот они, наши знакомые утки. Сидят. Ждут, пока их придут кормить. Кормят их тут очень много. Поэтому пока, утки. Вот и он идет, поет песни. Да? Это ты как лошадка цокаешь? Нет. Я только тоже могу. Угу. Хорошо, никого вокруг нет. Тут, конечно, долбанутые какие-то идут. Мы как эти. В году, ну, в общем, я думаю, все заметили, что осень у нас не золотая. Да. Все листики просто пожухли и опали. Это очень жалко. А королева вообще зеленая. А да, и она тоже просто жухнет. То есть, она не желтеет. Все просто жухнет в основном. Мало таких желтеньких деревьев. А красных, кстати, кленов вообще нет. Сзади очень сильная зеленая трава. Да, зеленая. Вот. А я так понимаю, она сейчас зеленая, а потом снег выпадет и все. То есть, по факту, вообще золотой осень. Вот в прошлом году была осень. Я так ждала. Думаю, сейчас поедем. Царицыно в Коломенское. Ага. Фигу мне с маслом. Вот так. Такая у нас шикарнейшая дорога. Это озеро. Да. Рядом с озером. Там, кстати, пи-пи-пи-пи-пи. Там все-таки это утятки. Маленькие. Уже к фонари включили, а время всего 5 часов. 5 часов, а уже вот так вот смеркается. А у нас вот он пошел снег. Ну, Матвея так не видно, а у меня из-за пуха видно снег. Поэтому мы гуляем под снегом. Там только садики кричат дети. Ничего себе. Нас с Матвеем сдувает. Да, Матвей? Я вообще встал. Коту упадешь-то. Где он силы сколько? Молодость, сила. Вау, у меня вообще все болеют. Мы зашли в магазин. Вот. И теперь идем. Такой ветер поднялся. Тут еще такая площадка открытая. Я сегодня, кстати, вот именно здесь с Джо гуляла. Матвей еще идет, долбит мне к пакету. Потому что у меня уже сады подсоции. И если Матвею что-нибудь говоришь, он всегда найдет отмазку, почему он это делает. Я правда сады подсоции. Матвей, почему ты вот это вот здесь? Ну, потому что это вот там у папы стоял. У папы стояли. Это он с Сашкой. Сашка тоже. У него стены кривые. Везде причем. Что, в той квартире кривые? Мама, а что я не знала, что он ехал или что-то, по-моему? Ой, яблоко от яблони. Я до сих пор не могу отогреться. На улице погода, конечно, что-то с чем-то. Хотя я опять же была в зимней куртке теплая. Хотела рассказать об истории пятерочки. Я тут вчера ходила в магазин. На самом деле у нас такой интересный район. У нас одни пятерочки. У нас пятерочка, не знаю, наверное, штук 10 недалеко. Ну как, до ближайшей пятерочки мне идти 15 минут. Но это, я считаю, недалеко, потому что до всех остальных дольше идти. Вот. И получается, есть один магнит, одна Виктория. Но до Виктории очень далеко идти около получаса. В одну сторону. Вот. И в Дикси, да, в Дикси и могли бы. Но тоже достаточно далеко. Ближе всех пятерочка. Поэтому чаще всего... А, ну и красно-белая, да, точно красно-белая. Я пошла пятерочку. Я еще знаю, она новая, там, народу малая. Но как-то мне не повезло. На кассе работает, как всегда, одна касса. Тут, мне кажется, нет ни одного магазина, чтобы работала две кассы. Всегда работает одна. Сидит там девушка молодая, кассир, может, лет 30 ей примерно. И три человека впереди меня. Я еще думаю, ну ладно, три человека, что быстро. Первые стояли два мужчины в таких грязных комбинзонах. Видимо, они работают там, как раз стройка идет недалеко. Вот. Вот они все измазаны, не пойми чем. Вот. И у них уже два пакета они держат. То есть они уже что-то пробили. Вот. И они, значит, выбирают сигареты. Мне вообще нравится, когда люди вот эти вот сигареты выбирают. Начинается вот. Она открывает им, она говорит, какие они? Хел, да. Вот эти вот синенькие? Не-не. А вот эти вот красненькие? Не-не-не. Она говорит, какие они? Синенькие? Не-не. И в итоге они... Она говорит, ну может вот эти вот? Не-не-не-не. Они на росте не бельме. Я уже стояла, стояла. Я говорю, может ли я его побыстрее? Берите уже что есть. А они, я так не понимаю, что им надо. Они в итоге взяли красный. Вот. И ушли. Думаю, слава богу. Там дед стоял сзади. У него было три пачки макарон спиральки. Вот. Одинаковые. Причем по акции. Я такие тоже взяла просто. Такую пачку. Вот эти вот три пачки макарон у него был. Лук, картошка. И три буханки больших. Там Джон на заднем плане. В этом его видно на балконе. И у него получают три буханки, в общем, еще черного хлеба. Вот. И я думала, что там быстро пробьют. Ну, во-первых, у него, естественно, он не завязал пакет. Вывалилась эта картошка. Единственное, она такая вежливая. Ой, давайте я вам дам пакетик. Вам пакетик нужен? Он говорит. Нет, нет, не нужен. Точно не нужен? Нет, нет, не нужен. Хорошо. Ладно. Пробивает она. Он говорит. Ой, говорит. А что, говорит, они, говорит, макароны. Все, говорит, спиральки? Она говорит. Да. Он говорит. А я не хотела. Я хотела все разные. Что не взял? И причем там, реально, я там же брала. Там были разные виды, каких хочешь. И перья, там. Ну, вот все, и спагетти. Она говорит. Он говорит. Убирайте их из чека. Я тогда не буду брать. Она говорит. Сколько убирать? Говорит. Две убирать, одну оставить? Не, не. Я тогда вообще не буду брать. У меня настроение, типа, пропало. Я не хочу. Мне сразу надо было понять, что он с приветом. Он стоял там, причем до ближайшего дома. Ну, идти минут, наверное, 10 от этой пятерочки. Он был в тапочках и в носках. Ну, таких в резиновых тапках и в носках. Он дедок. За 60, может, 65 лет. И вот она это возврат ему оформляла. Потом она эти макароны понесла относить в зал. Как будто больше никто не работает. Она одна работает. Отнесла эти макароны. Благо, третий молодой человек, очень быстро она ему все пробила. Все замечательно, чудесно. Так у него и был булочка и банан. Я вообще поражаюсь его терпением. Он так долго стоял и ждал эту очередь, чтобы банан с булочкой пробить. И, значит, я тоже пробиваю. Я говорю, можно, я говорю, пакет, пожалуйста? Там возьми. Ничего себе. В смысле, там возьми. Во-первых, мы что, на ты. Я вообще поражаюсь вот именно на кассире. Я всегда стараюсь разговаривать культурно. Я не грублю никогда, первое, во всяком случае. Но если мне что-либо сказать, я могу так сцепиться, там, например, с продавцом или кассиром. Во-первых, я не люблю, если кидают. То есть вот они, например, кидают, чуть ли не вот тебе вот кинули яйца, и ты там улетела за два километра вместе с этими яйцами. Ну, я все могу понять. И очень сложная работа. Я представляю, как сложно работать кассиром. Но, тем не менее, вы выбрали эту работу. И, ну, я тоже пришла, как бы, у меня тоже, может, нет настроения. Но я же на тебя не ору не стою. Ну, и ты будь добра. Да, я же тебя не прошу, там, говорит мне, там. Хотя вот я всегда ухожу, я говорю, спасибо, там, тра-та-та. Мне Сашка всегда говорит, он говорит, а что, тебе ничего не ответили. А очень часто, в последнее время, вот особенно, там, пятерочка. Пятерочки вообще, нахер не послали, и слава богу. Последнее время в пятерочку. А мне еще нравится, у них же теперь. А вам могут позвонить. Там вот эта вот погромкая связь говорит. Вам могут позвонить и, типа, спросить, позвоните мне. Вот реально позвоните. Я хочу сказать, что я думаю про кассиров в пятерочке. Почему они не то, что невежливые, они грубые, прям откровенно. Может, это только тут. Кстати говоря, в Москве, именно в Берилево, да, там у нас районе. Я не замечала, что там как-то какие-то... А вот именно здесь, в этом районе, ну, прям вообще какие-то неадекватные кассиры. Я, может, преувеличиваю, чем... Джону, хватит. Вот, привяжется. Кстати говоря, мне до сих пор не вернули деньги с Бермаркет. Можешь скажу, они мне еще даже не ответили. Прошло уже две недели. Завтра у меня как раз рабочий день, и я составлю жалобу в Роспотребнадзор. Посмотрим, как работают они. Джо, есть захотел. Несет. Тебе еще рано есть, Джо. Рано? Ты уже есть хочешь? Пить у тебя есть, я вижу. Ты можешь на меня не смотреть так. А мы едем еще сегодня в Ашан. Во-первых, надо посмотреть обувь зимнюю Сашке и Матвею. А во-вторых, купить всякие нужности для украшения квартиры на 31 октября. Будем там делать всякие штучки. Да, Матвей? Да. Ну как, Матвей, то да, да. Будет стоять просто рядом. Смотри, как ты делаешь? Да. Сашка, вот с работы приехал. Че, как горло? Нормально. Все, не меньше. А у меня все хуже. Че хуже? У меня все хуже, блин. У меня и так ноги болят. А то я потом еще говорила, идти. Почему тут горло и ноги? Ты ищешь где-то взаимосвязь у Матвея? Там вообще ее нет. Да? А еще мы хотим зайти в Макдак, который вкусный и точка, но у меня он все равно Макдак по-прежнему. Вот, потому что у нас акция на роял, которую ждали больше всего Сашка, Матвей. Да. Поэтому заедем, возьмем по роялу. Вот. Это хорошо. Надеюсь, народу будет очень мало в Ашане. Очень-очень. Вообще никого. У меня, кстати, попала акция, акция дня, и где там 2 грамма за 340 рублей. Вот я вам объясняла, что это невыгодно. Ну, а... Не выгодно, конечно. А 2 грамма, в те времена, там, которые по одному, которые стоят 155. А если их 2 будет, то 310. То есть на 300 рублей это дороже. Ну, а, там... ВЗРЫЫ. Ну... 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 Матвей, ну как был роял? Вкусно. Вкусно? И точка? И точка. А теперь еще Матвей думает, есть ему чикенбургер или нет. Не будешь? Я пройду домой и такой, ау, няу. Кривляка. Сашка бежит, замерз. Бегом убежал от нас с пакетами. А я не могу бежать, у меня ноги болят. А у него ноги болят. И спина. И спина. И живот. И живот. Все, сначала просто сесть, не тратить силы. Помоги я. Я и хочу чуть-чуть нападения. Чтобы он увидел. Что за нападение? Жойк, ну то я вместе его укусила за пятку. Правильно скажи. Смотри, где он ходил. Какие пятки. Смотри, как он катается. Ламинатор, видишь. Иди сюда, Джон. Иди сюда. Джон. Ладно, поймем, что я еще не дам. А, ты хитрая жутка. Ну, хватит тебе, он устал. А где он устал? Устел, маленький пупсик. Мы заканчиваем этот день. Вот. Джон смотрит, скажет, долбанулся все. Да, Саш? Да. Сашка тоже так думал. Ездили мы, в общем-то, в Ашан. Народу там не так уж много. Там всякие елочные игрушки уже выставили. Классно. Повернись. Вот. Так вот. Там кто-нибудь был вообще в Белой даче. Мега Белая дача. Ашан Белая дача. Я как будто съездила в другую страну. Там вообще русских нет. Ну, вообще. И потом, да, я сообразила. Там же через дорогу находится садовод. Я так понимаю, это место тусы всех работников. Тем более, они там по-любому же рядом. Где-то, наверное, в котельниках снимают жилье. И там тусуют. Там реально. Там вот мы сели во вкусные точки поесть. А там реально мы искали, за каким столиком сидят русские. Там вообще никого нет. Вот тут, понимаешь, и потом опять напишут, что я расистка. Да ты это не в этом делаю. Ну, просто так странно, что ты находишься в Москве. Хотя правильно, многие пишут из других городов люди, что типа Москва это большая деревня. И что тут вообще, не пойми кто, не пойми как. Ну, да. В общем, мы съездили сегодня в другую страну. Да. Да, Саш? Почти. Данил, ехать 30 минут. А еще я заказала Марлю. И для себя, оказывается, у Марли... Ой, слышь, есть срок годности. У Марли есть срок годности. Пять лет. А как? А что с ней будет-то, я не поняла. Ну, хорошо, пройдет пять лет. И? Оно что-равно будет Марли. А интересно, а у Соды есть срок годности, Саш? Не знаю. А-а-а! Что? Гусеница. Откуда она? Прикольно, сейчас что-нибудь возьму. Так откуда она? Не, чтобы этот не съел. Откуда она приползла? А как я буду за ним смотреть? Это что такое за фигня? Ну да, я знаю, откуда она приползла. Офигеть. Офигеть вообще. Фу, какая гадость. В каких-то вещей нам выползла. В общем, мы с гусиком в шоке. А если бы это было ночью, и гусеница бы к нам заползла? Ой, пока она наползла, тут уже утром встала. И что? Она бы меня напугала. Я открывала так глаза, а там гусеница. И гусеница бы испугалась. Она бы открывает глаза, а там мы с гусиком. И Джо внизу храпит. Хотя у нас ночью бывают такие от Джо атаки. Атомные бомбочки. Если просыпаешься от жуткого запаха, это Джо. Поэтому всем, кто хочет завести Мопса... Подумайте об этом. Вот у кого еще такая фигня есть? Вот у меня, я тоже облокачиваюсь, ничего нет. Ну, фактически. А вот у Саши... Хотя голову он вообще каждый день моет. Почему у тебя такая фигня? Ладно. Жусь, не тебе.